на самом деле я не сразу пришла как бы в этот вид спорта я занималась очень много разными делами помимо футбола то есть меня вообще в принципе привлекал спорт я была достаточно гиперактивным ребенком и порой даже родители не успевали за мной следить потому что там ксюша и на волейболе ксюши на веселых старт ксюша баскетбол футбол ксюша там сям на плавание было занималась вокалом занималась хореографией наверное год где-то не любила конечно вот эти вот платья короткие но приходилось терпеть потому что мама думала все дочь просто от бога там не знаю она там пойдет у меня на бальные танцы все дела я через год сказала мама мне не нравится всего давай заканчиваем ходил на вышивку ходила на шахматы до сих пор не умею играть шахматы хотя и ходила но я хотела бы когда-нибудь научиться футбол возник но самого детства наверное все девчонки там и в саду и в школе они больше там куколки розовый цвет на она мама даже покупала там сестре там куклы братс вот это барби я вам пасим мама купи машинку мама купи мне машинка на пульте управления вот и как-то я попросила по моему футбольный мяч или я не помню вам нашли где-то на улице такой резиновый ну такой простой еще там какой-то мультик что ли нарисован был я счет как пнула это ногой вообще случайно все моего думаю ну это предназначение она вот как с небес наверно спустился этот мяч и я думаю ну все надо как бы продолжить ну вот раньше реагировали негативно потому что как это девушки играют футбол это было просто же нонсенс сейчас из-за того что идет популяризация футбола люди реагируют даже больше положительно и немного нейтральную то есть футбол футбол вот и когда у меня люди спрашивают чем я занимаюсь я отвечаю футбол футболист это так круто да это наверное самый популярный вопрос из дурацких не больно ли вам принимать на грудь нет ну не больно смотря на самом деле за какую часть груди принять не больно ли играть там головой а чё а вы там еще наверное руками играете честно хочется сразу отвернуться и уйти прикольно а чё это вы там вот такие же правила в сад зеленая трава нет блин там у нас фиолетовое поле и мяч квадратный и игроков у нас там бегает не 11 а 20 вопрос конечно такие ну прям дурацкие хоть я и не мастер в английском языке но я бы наверно посидела с андсом еще бы сборился наверно вот ну если сказать от российских русских парней то наверно мостовой круг прикольные парнишки еще в свое школьное время так сказал как будто мне там уже ладно занималась театральным искусством но не профессионально так можно сказать так в школе были занятия и меня как-то так тыкнули блин такая классная блин пациентом смеешься улыбаешься давай там типа сценку там сейчас зарепетируем будет что-то я думаю блин чем не очень нужны вот докопались учет до меня я тут сидела спокойно а тут такие блин мне сразу так понравилось что это дают какие-то свои и где-то странные эмоции потому что это нужно все репетировать где-то идет сама импровизация и это получается произвольно мне нравится что-то что-то делать на камеру и даже наверное получать какое-то некое удовольствие от этого я не говорю что я самовлюбленная просто люблю себя я была очень закрытым ребенком в детстве даже мама мне рассказывала на площадках там все дети играют в песочнице я там одна сижу играю там в машинку леплю куличик там и ко мне подходит кто-нибудь ну из детей и привет как тебя зовут я убегаю к вам говорю мама мама там подошли ко мне спрашивают как тебя зовут антка ты что ответил я говорит так я к тебе убежала он к это пойди скажи как тебя зовут и дружи вот познакомишься с кем друзья подруги вот это круто я не хочу не хочу вот и постепенно как бы вот это вот коммуникация со школы наверное с детского сада и с футбольных команд это вот помогло как бы сформировать из меня еще не до конца наверно человека вот но я эволюционировала я больше не боюсь вас камер ты мне не враг мы ставили постановку честно не вспомню какой класс но что-то где-то 7 наверное 8 когда еще не перешла училище олимпийского резерва мы ставили постановку бременских музыкантов и там мне дали роль атаманши я надеюсь прикрепят сюда вот фотку и покажет вообще кто это если кто-то не в курсе и мне дали эту роль потому что она такая своеобразная она же как бандитка вот и маму не сделала наряд как обычно это такие ну как у цыгане это там чуть ли не золотые зубы зубов у меня тогда с неба не все коренные но у меня были большие кольца в ушах спасибо маме что проколол мне уши вот потом мне сделали шариков сухие хорошие бюсты у меня была блузка укороченная в виде топа и у меня была длинная юбка и туфли с каблуком толстым чтобы пока я бегала по паркету я цокала вот и блин было классно потому что наверное она хоть и не игра не играла там самую главную роль но сама ее эстетика что она такая она очень эмоционально она очень такая грозная у нее есть своя вот это вот грация изюминка это было супер круто что наверное мне досталась именно эта роль потому что досталось бы мне какая-нибудь другая виде осла и повозки то я думаю мне бы не понравилось ты там пела да ну не то чтобы пела и больше как сейчас на просторах тик тока открываешь больше рот под музыку и звучащего магнитофона рядом там тогда еще были кассетные магнитофоны и и ставили вот как бы эти песни вот и больше ходишь по актовому залу и когда включалась песен там говорят собаки буки ну и было классно мои родители поржали вообще зачетно мы играли мр о в крымске там субъекты рф вот и что-то я завозилась в штрафной или в штрафной и получается нужно было как-то наработать на этот фолл так сказать этим актерским мастерством вот и наверное у меня хорошо получилось потому что меня не то чтобы не сильно задели наверное вообще не задели я просто упала начала орать а все мне больно нога сломан в другую сторону и все как бы и там ну судейские как бы штучки они еще не настолько были развиты как вот допустим в этом году и в принципе сейчас эта структура вот поэтому так на фолл можно спокойно заработать надеюсь арбитры не будут этого смотреть это интервью я не нарабатываю